Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Это видеообзор такой коротенький, рассады на 23 февраля. Все посевы, которые я сделала, мы все, конечно, не вошли, но многие просят показать разницу между посевами, например, сделанными в один день между толстоногими и нетолстоногими, и между посевами, сделанными в разные даты. Вот у меня это одна дата, это другая. Сейчас начнем все по порядку. Вот этот лоток, это был один лоток, я уже показывала, что я распекировала. Он посеян в небольшом количестве для получения раннего урожая, именно для теплицы. Так как в один лоток были посеяны и нетолстоногие, вот эти вот, и толстоногие, которые остались, я их рассадила, потому что эти могут долго сидеть в одном лотке. Видите, они небольшие. А эти начинают вытягиваться. Я их отделила, теперь они сидят в другом лотке, и вы видите, какая разница. Разница, конечно, большая, хотя и у этих два листика, и у этих два листика. И сейчас сразу отвечу еще раз на вопрос, который постоянно задают. Почему у некоторых рассада такая большая, вот толстая, здоровая, а у вас такая маленькая? То есть у меня, еще раз опять про тех же маленьких старушек, вот в этот же день, 26 января, тоже посеяны. У меня не главная цель вырастить большую, огромную, толстую рассаду. Главная цель, которая у меня поставлена передо мной, это чтобы она была крепкая, здоровая и лучше всего. Чем меньше она ростом, тем лучше. Вот эти вот вообще идеальные. Вот видите, у меня Демидов и Настя здесь. Посмотрите, какие они маленькие, крепенькие. У них уже вот третий лист начинает вылазить. Два настоящих есть уже и третий листик. И я добиваюсь этого, я уже говорила, тем, что я держу их на подсосе. То есть вот сейчас я эти распекировала, у меня даже грунт полностью весь не полит. Я поливаю не очень много, для того, чтобы растения сильно не разрастались. Сейчас как будут условия выносить их в теплицу, там уже будет другой режим полива, там они, конечно, догонят. Я знаю, что они догонят. Вот вчера смотрела снимки, люди прислали, которые в один день со мной сеяли. Она вот такая, в два раза больше. Конечно, на них приятно смотреть. Они толстые такие, мясистые. Но мои вот эти вот задохлики, они тоже догонят. Они просто, вы видите, что они на внешний вид, видно, что они здоровые. Что вот эти вот, что вот эти, они все целые. Всходы все дружные. Никакого повода расстраиваться мне нет. И вот всем другим я говорю, если у вас рассада более маленького размера, чем у других, у ваших соседей или у знакомых, но если у нее внешний вид здоровый, если они хорошо себя чувствуют, то ничего страшного нет, что они меньше размера, они потом догонят. У меня было дома холодно, я их сильно не поливала, создавала все условия, чтобы они не разрастались, не жировали. Вот они у меня такие. Так, первый посев я вам показала, объяснила, почему они такие. Вот эти все лотки, но их было два всего. Вот этот вот и вот этот. Это 26 января. Взошли они 1-2 февраля. Вот эти посеяны на неделю позже. И эти сорта, это уже не толстоногие. И вы посмотрите, какая разница. Эти сеяны позже, а эти сеяны раньше. Но эти ростом меньше, сейчас я рост покажу, высота, то есть. Смотрите, видите, какие маленькие эти, и какие уже длинные вот эти. Ну, это тоже естественно. Это сорта двухметровые. Тут у меня, смотрите, сибирский изобильный, ботяня. Ну, вот розовый мед, любимый праздник. Они хоть и не двухметровые, но у них структура, растения, строение совсем другая. То есть, они тонконогие. Тут же вот Вова Путин, загадка природы. Тут, короче, последние 4 сорта. Это магазинные, которые новые. Это вот то самое клубничное дерево, которое я хочу попробовать. Матрёша, дядя Стёпа и Чудо Земли. И видно, конечно, сразу, не вооружённым глазом, что те, которые магазинные, они немного уступают по проценту всхожести. Клубничное дерево вообще 4 сначала вылезло из 15, потом 5 вышло еле-еле. Если общий вот так посмотреть обзор, видно, где кончаются свои вот семена и где начинаются магазинные. Если бы весь лоток был магазинный, он, конечно, был бы вот так вот реденько. Но всхожесть у меня нынче вообще взошли очень хорошо. Вот все сорта независимы. Тут у меня какие, я уже говорила. Тут русские колокола, любимый праздник, розовый мёд, пудовик, ботяня, сибирский изобильный, русский богатырь, Вова Путин, загадка природы, юбилейная Тарасенко. Это вот мои. Вот они, они взошли хорошо. Но то, что они потянуты немножко, их видно, что они чуть-чуть как бы вытягиваются. И это тоже, ну, я не могу сказать, что нормально, но это неизбежно, потому что в такие ранние сроки, в феврале, солнца не хватает, и под искусственным освещением всё равно, мне кажется, у них нехватка света, и чуть-чуть они тянутся. Но вот они сейчас, смотрите, вот уже листик появляется настоящий у них. Сейчас как только появится настоящий лист, я их распекирую пореже, немножко с заглублением, почти до семи долей, начну выставлять на солнце, они тоже окрепнут. Это тоже, я считаю, что вот это вот хорошая, нормальная рассада. И если вы начинающие видите, что у вас рассада вытянулась и не похожа, вот, например, вот на такую, на мою, то возможно, что просто вот такие высокорослые сорта, вот эти двухметровые, которые в конечном итоге, они всегда чуть выше всех других остальных. Вот сравниваем, значит, эти 26 января были посеяны, коротышки, это толстоногие, Демидов, Настенька и все остальные. Вот эти посеянные 3 февраля, но это высокорослые. Эти все посевы пока что только для теплицы. Ещё есть 8 февраля, они вот в таком же состоянии, также вот такие высокие, чуть-чуть подвытянутые. Первый настоящий лист вылазит, я сейчас вот сделаю посевы сегодня, последние для теплицы томаты, и в конце месяца, возможно, я буду их пикировать, и там я уже вам покажу их по сортам. Но вообще в этом году схожесть у меня прекрасная, вот видите лотки, взошло всё-всё-всё, кроме вот первого лотка, где русские колокола не взошли. Ну, когда я посеяла их во второй раз вот здесь, взошли тоже они все, но я думаю, всё-таки я, наверное, просто забыла их посеять, бывает такое. Я же каждый сорт отдельно сею, когда вот так по сортам. Пока бегала, подписывала, закопала, да и всё. Вообще схожесть хорошая, меня радует. Сегодня солнышко, вот сейчас я вам их покажу, и первый раз выставлю их на улицу, на солнышко. Как раз вот эти вот сорта, которые очень тянучие, им солнце требуется как никогда. Как только начинаю выставлять их на солнце, рост в высоту прекращается, они начинают крепнуть, расширяться в ширину, быстро вылазит листик у них, и у них уже им веселее немножко. Всё. С вами была Ольга Чернова, сегодня 23 февраля, показала все свои томаты, но не все, там ещё один лоток есть, какие высаживала, высеивала для раннего урожая. Выглядит вот так вот. Есть и тоненькие, особенно вот эти магазинные, такие жалкие всходы. Вот прям еле-еле, только-только вылезли. Хотя условия были одинаковы для всхожести и тут, и тут. Но что-то им так тяжело далось, тут вообще вот нет нигде. Но для развода сорта этого достаточно. На будущий год сделаю свои семена, будут сходить уже вот так лесом. Более. Более. До встречи.